18 марта сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций осуществляли мониторинг с воздуха объектов на местности, охваченных огнем. Мы находимся на борту самолета Ан-2. Прямо сейчас наша съемочная группа в составе экипажа совершает патрулируемый полет с целью поиска и выявления мест, где сжигают сухую траву. Облет проходил по Рязанскому, Спасскому, Шиловскому и Саражиловскому районам. Во время авиаразведки было обнаружено два очага горения в Спасском и Саражиловском районах. На место возгорания незамедлительно направили пожарно-спасательные подразделения для их ликвидации. На борьбу с пожарами служба МЧС ежедневно отправляет по несколько надземных и воздушных подразделений. С начала года 126 раз огнеборцы выезжали на ликвидацию тушения сухой растительности. Более 140 единиц техники привлекалось на тушение таких пожаров и более 440 человек личного состава. 17 марта в селе Большие Лупешки Спасского района был ликвидирован пожар, возникший из-за поджога сухой травы. Когда огонь сильно разгорелся, то перекинулся на жилые помещения. В результате был уничтожен один жилой дом и четыре строения. Пожар был своевременно ликвидирован сотрудниками МЧС. Это один из ярких примеров неконтролируемого поджога сухой растительности. За истекший период 2020 года в Рязанской области зарегистрировано 163 случая горения сухой травы на общей площади 600 гектаров. В некоторых районах зарегистрирован высокий показатель горения сухой травы. Наибольший показатель по выездам пожарных подразделений на тушение сухой растительности зарегистрирован в следующих районах. Это Рязанский район 28 случаев общей площадью 71 гектар. Спасский район 15 случаев около 21 гектара. И Рыбновский район 13 случаев около 43 гектаров. За несанкционированное разведение костров и сжигание сухой травы предусмотрено административное наказание в соответствии с кодексом об административных правонарушениях. Если во время пожара пострадал или погиб человек, то нарушитель привлекается к уголовной ответственности. На граждан налагается штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. В соответствии, если это пожар или горение сухой растительности перешло на строение, принесен ущерб материальный более 250 тысяч рублей или повлекло за собой смерть человека, то несет уголовную ответственность. Также Главное управление МЧС России по Рязанской области совместно с областным правительством и муниципальными образованиями проводит комплекс мероприятий по ликвидации лесных пожаров. Контроль за лесными насаждениями проводится постоянно. Для этого задействовано несколько оперативных групп, которые осуществляют наземное патрулирование лесных массивов и подразделения, устраняющие пожары на месте. Сюда относятся силы и пожарных частей МЧС России, сюда относятся силы нашего подведомственного специализированного учреждения ПОШЛЕС, которое называется. Сюда также привлекаются силы арендаторов лесных участков и предусмотрен порядок привлечения из других областей в случае, если у нас произойдет переход огня или угроза перехода огня на соседние субъекты. Министерство чрезвычайных ситуаций через электронные и печатные средства массовой информации постоянно информирует граждан о мерах пожарной безопасности. Владельцам индивидуальных жилых домов напоминают о запрете разведения костров, сжигания сухой растительности, листьев и мусора. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».